Возле хутора Иваново-Ясиновка состоялась реконструкция событий августа 1943 года. Войно-исторические клубы постарались сделать ее максимально достоверной. В 73-й летней годовщине со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Донскому казачеству были посвящены конно-спортивные состязания. Яркое и веселое мероприятие состоялось в райцентре. Фестиваль красок озарил всеми цветами радуги центральную площадь Матвеева Кургана. И теперь более подробно. В понедельник в администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планерное совещание. На планерном совещании были заслушаны отчеты руководителей служб жизнеобеспечения за две минувшие недели. Обстановка в районе сохраняется стабильная. Особых происшествий не случилось. В связи с погодными условиями обострилась пожароопасность, и жители еще раз призвали быть предельно осторожными в обращении с огнем. Было также доложено о ходе полевых работ и подготовке к осеннему севу. В районе успешно прошла кормозаготовка и уже создан достаточный запас кормов для успешной перезимовки скота. Глава администрации района Александр Рудковский напомнил собравшимся, что остается актуальная работа по сбору налогов, а также ликвидация неформальной занятости. Был заслушан отчет заведующей отделом культуры Ирины Пономаренко о ходе ремонта сельских домов культуры, проводимого местными силами и средствами. В районном краеведческом музее состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам России. Оно было приурочено ко дню флага России. В зале славы районного краеведческого музея состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам России. Этот важный и торжественный момент с ребятами разделили родители и почетные гости. Среди них председатель районного собрания депутатов Наталья Цебулько, председатель районного отделения партии «Единая Россия» Ирина Грунтовская, начальнику ФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев-Курган Алексеев Донкин и другие. Прозвучал гимн России. Гости сказали напутственные слова. Дорогие ребята, и вот наступил торжественный момент вашей жизни. Это обучение паспортов. Паспорт – это один из важных документов вашей жизни. Это не только удостоверение вашей личности, и в нем записана вся ваша жизнь. Поэтому нужно величь его и гордиться. Поздравляю от всей души вас с этим торжественным моментом. Ведущая церемонии Ксения Гапунинка для участников торжества спела патриотическую песню. Затем виновникам торжества вручили паспорта вместе с брошюрами Конституции Российской Федерации и памятными подарками. Паспорт вручается Лапытько Игорю Игоревичу. Паспорт вручается Пандаленко Дмитрию Юрьевичу. Паспорт вручается Ивановой Андреане Евгеньевне. В этот праздничный день паспорта граждан России получили 20 юных жителей Матвеева Курганского района. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премеуси». 20 августа в селе Ряжино состоялся большой праздник по случаю его 240-летию и дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Первыми на праздник пришли дети. Для них была подготовлена специальная программа. Работала детская площадка с батутами и аттракционами. Проводились игры и конкурсы. Развлекали юных ряженцев, лунтик, плепа и другие узнаваемые персонажи. Многие селы и хутора Матвеева Курганского района в конце августа празднуют свои дни рождения, которые приурочены к тем дням, когда эти населенные пункты освобождались от немецко-фашистских захватчиков. И Ряжино не исключение. Ведь не зря мы его отмечаем в августе. Таким образом мы отдаем дань и почести тем людям, благодаря которым мы сейчас живем и радуемся жизни. Ведь самыми почитаемыми для жителей нашего села праздниками всегда были, есть и будут праздники Великой Победы и День освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. С благодарностью жители села вспоминают тех, благодаря кому сегодня продолжается жизнь. Реконструкция событий военных лет даже спустя 73 года вызывает яркие эмоции. Великой Победы и День освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. Глава Ряжинского сельского поселения Галина Бухтиярова поздравила жителей села с праздником и представила почетных гостей, которые также поздравили всех с юбилеем села. У нас с вами великое прошлое, у нас с вами прекрасное настоящее. И я верю в то, что у нас с вами светлое и прекрасное будущее. Но сделать мы это все сможем только тогда, когда мы будем делать это вместе, так, как мы делали этот праздник. Потому что все наше село, кому бы вы ни обратились за помощью, все-все на него окликнулись. Дорогие ряженцы, я желаю вам всем сегодня прекрасного вечера, отличного здоровья, благополучия вам, вашим семьям, стабильности в нашей стране. По русской традиции всех присутствующих угостили хлебом с солью. В этот вечер звучало много добрых слов в адрес жителей Ряженого, которые живут, воспитывают детей и трудятся на благо села в разных сферах. Для них был подготовлен праздничный концепт, в котором приняли участие местные вокальные и танцевальные коллективы-исполнители. Порадовали зрителей своим талантом и гости ансамбля Кружного дома офицеров Южного военного округа «Успех». ПЕСНЯ 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 Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премеухи». Жители Иваново-Ясиновки тоже отметили круглую дату – 160-летие со дня основания своего хутора. Подробности в нашем следующем сюжете. ПЕСНЯ Открыла праздничную программу «Песня о России», а главной декорацией для нее послужило чистое вечернее небо, и как символ мира и добра дети раздали гостям бумажных голубей. ПЕСНЯ Обращаясь к жителям хутора в своем приветственном слове, глава большекирсановского сельского поселения Галина Щиткова отметила, что именно они являются главным богатством этой земли. Здесь живут прекрасные, замечательные люди, дружные, ответственные, люди, которым хочется сказать спасибо за труд, за честность, за то, что вы вот такие простые, обыкновенные, а главное – преданные своей малой родине. ПЕСНЯ Потому что здесь ваша судьба, ваши истоки, ваша жизнь. И не случайно наш маленький хуторок, вот так вот в простонародье называют маленькой Швейцарией, потому что действительно горное, красивое место, холмы, но все равно главное богатство – это люди, люди нашего края, люди этого замечательного хуторка. На сцену приглашаются почетные гости – руководители района, главы сельских поселений, представители общественных организаций. По старой русской традиции, дорогим гостям хозяева подносят чарку. Кому чару пей, кому здраво быть, пей чару всем, 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 на здоровье, на здоровье всем, всем, всем. В ходе праздника чествовали жители хутора. На сцене одни коллективы сменяли другие. Здесь сегодня день села, погода нас не подвела, юбилей гуляем до утра. Здесь сегодня день села, погода нас не подвела, а это значит праздник у нас там. После многочисленных поздравлений состоялось театрализованное представление. Самодеятельные артисты рассказали историю хутора Иванова и Осиновка с момента его основания. Александр II отменил крепостное право. Князь Осиновский с освобожденными крестьянами основали хутор в пойме замечательной реки, окруженной живописными холмами. В дальнейшем князь Осиновский отдал замуж свою дочь за помещика Машлыку. Поэтому хутор имеет два названия. Иванова и Осиновка официально и в народе Машлыкина. Одну из трагических страниц истории Великую Отечественную войну наглядно показали представители военно-патриотических клубов. Кульминацией действа стала победа. Особенно радовались этому мальчишки, искренне сопереживавшие нашим солдатам. Ура! 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 Гонзалова! Ура! Победа! Победа! Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия». Здесь же в воскресенье 21 августа состоялась масштабная военно-историческая реконструкция событий августа 1943 года. Жители всего района съехали с Кивановой Осиновки, чтобы своими глазами посмотреть, какой ценой досталась нам победа. Масштабная военно-историческая реконструкция бои на южном направлении «Миусфронт» посвящена 73-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Мы с вами находимся на историческом месте. Здесь в августе 1943 года 248-я дивизия 28-й армии осуществляла прорыв обороны немецко-фашистских войск как раз вот на этом участке. Сегодня вы увидите работу реконструкторов, членов военно-исторических клубов. Их у нас 13. Есть люди из Воронежа, с нашей Ростовской области, из Новосибирска и других городов. Всего около 100 человек. Ребята съехались сюда на территорию Матвеева-Курганского района, чтобы еще раз напомнить о тех исторических событиях, в которых участвовали наши деды в далеком 43-м году. Напомнить о том, какой ценой досталась нам победа, какой ценой мы победили немецкий фашизм. Для проведения столь масштабного мероприятия силами большекирсандовского сельского поселения была проделана большая работа. Подготовлено место для стоянки автомобилей, прокушены тропинки, ограждена территория, выполнен целый ряд мероприятий, чтобы реконструкция прошла достойно. Это символично и правильно, что проходит именно в эти дни, потому что наша территория была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 19 августа 1943 года. То есть 73 года назад. И в эти дни мы, конечно, отмечаем эту дату. Это победный день, победная дата для нашего поселения, для сел наших. И вот эта реконструкция, она в память о тех годах, о тех страшных боях, о политой кровью наших предков, вот этих холмы, низменности. Значение подобных мероприятий, которые возвращают нас к истории, трудно переоценить. Особенно важны они для представителей молодого поколения. Сегодня, открывая страницы истории, мы видим, что это МИУС-фронт, это четвертый по значимости было сражение Великой Отечественной Дуги после Курской Дуги. И в этом плане, конечно, сегодня мы находимся на вершине горы, где будет проводиться реконструкция прорыва МИУС-фронта. И сегодня принимают участие здесь у нас сводные поисковые отряды, более ста человек, которые, в общем-то, наверное, цель этого всего мероприятия, вот видите, много молодежи, это донести историческую правду тех событий и показать, насколько было сложно, в общем-то, наверное, вот тогда прорывать. Потому что обратить внимание на географию этих вот вершин, этот излом и, наверное, вот эта разница позиций, это уже, сам по себе подвиг был, просто подняться, а еще и наступать. Поэтому мне кажется, что сегодня вот вопросы, которые поставили президент и губернатор воспитания патриотизма, это вот, наверное, то, что сегодня очень нужно и важно, и это мы делаем. Военно-исторические клубы постарались сделать достоверной каждую деталь сценарии реконструкции, экипировки, вооружения. Зрители внимательно вглядываются, что происходит у подножия соседнего холма. Организатор комментирует действия реконструкторов. Вперед выдвинулась разведгруппа. Каждый вид боя начинается с разведки. Во время Великой Отечественной войны в полку был штатный разведсвод в количестве 32 человек. Сейчас вы видите захват языка нашими разведчиками. Разведка боем, захват языка и сам штурм. Немцы не выдерживают натиска наших войск и отходят на вторую линию обороны. Завязывается рукопашный бой. Советские солдаты заняли первую траншею. Началась рукопашная... Конечно, есть потери и среди немецких войск, и среди наших солдат. Исход неравной битвы предрешен. Над захваченным в бою фашистским дотом взмывает красный флаг. И вздот подорван нашими солдатами. Все, кто был в доте погибли, наши солдаты взяли дот. Это кульминация атаки. И красный флаг развивается на вершине нашей сопки. Ура! В эти выходные в Матвеокурганском районе также состоялись конно-спортивные соревнования, посвященные 73-й летней годовщине со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и донскому казачеству. По старой казачьей традиции, перед началом скачек верующие помолились. И благочинный Игорь Миляев окропил святой водой участников забега. «Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным пресняном сопротивные дару я, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». В соревнованиях приняли участие 10 домашних лошадей. Некоторые из них в скачках участвуют впервые. Среди наездников тоже есть новички. «Ничего, ждем. Победу ждем от лошади. Надеюсь, что это не первые, не последние скачки. Будет еще, конечно, хороший праздник. Желательно побольше таких праздников». На вопрос, как зародилась мысль провести в Матвеокурганском районе конно-спортивное состязание, глава администрации ответил, как всегда, честно и откровенно. «Кубышане дали тон, мы поддержали. Я так думаю, что это сегодня актуально, поскольку праздник посвящен 73-й годовщине освобождения и 23-й годовщине образования Матвеокурганского казачьего юрта. Мне кажется, все, что сегодня возвращает нас корнями к истории, оно сегодня все очень важно, как никогда актуально важно. А с другой стороны, конечно, это же праздник района. Это праздник района, это чтобы люди могли просто с семьями приехать, отдохнуть. Тут и дети, сделаны условия и для взрослых. Да и вообще, честно сказать, немножко от всего отойти. От быта, от каких-то проблем, от работы. Просто праздник. Но уходящий, чтобы в историю». В программе соревнований дистанционный иконный пробег для домашних лошадей на расстояние 1200 метров. Победители трех предварительных забегов выйдут в финал. Призовой фонд составляет 18 тысяч рублей. 10 победителю, 5 тысяч за второе место и 3 за третье. Кроме того, предусмотрено множество призов от социальных партнеров. И вот дан старт. Между забегами зрителям скучать не приходится. Для них подготовлена интересная программа с конкурсами и выступлениями участников художественной самодеятельности. Но самое зрелищное и интересное – это, конечно же, то, ради чего сотни жителей района собрались на этом поле. В результате в финальном заезде первым к финишу пришел шестилетний серый орловский рысак по кличке Аргун, принадлежащий Василию Тертышникову, наездник Василий Горюлько. На втором месте трехлетний жеребец карачаевской породы по кличке Ангел, владелец Султан Гагуев, наездник Мязан Гагуев. На третьем месте четырехлетний рыжий жеребец по кличке Султан, принадлежащий Оксане Чумиковой, наездник Алексей Талан. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премеусия». 20 августа в Матвеевом Кургане впервые прошел фестиваль «Красок», организованный киносетью «Чарли» при поддержке районной администрации. Я рада видеть вас здесь сегодня на фестивале «Красок». Почему не слышу вас? Давайте настроение громче! Отлично! Теперь только девочки! Класс! А только мальчики! Мальчишки совсем вас немножечко! Ну ничего, все отлично! Дорогие друзья, сегодня уникальное событие! Закрытие лета! Яркий фестиваль «Красок»! Вы уже все такие яркие, такие красочные, такие уникальные, неповторимые! Я предлагаю вам запастись красками, потому что прямо сейчас мы с вами сделаем главный флешмоб, один из главных флешмобов этого лета! Массовый выброс красок вверх! Один, два! Это очень круто! Это было невероятно! Замечательно! Ярко и очень поедино! Воздух над центральной площадью райцентра был всех цветов радуги, под стать оттенком порошка, которые продавались тут же. Равнодушными к ним не остался никто. Порошками друг друга обсыпали все от малого до велика. Дополнением к главному развлечению праздника были выступления творческих коллективов и розыгрыш приятных призов от партнеров проекта. Событие получилось ярким и веселым. Молодежь дурачилась и зажигала под взрывную музыку. Своими выступлениями поддерживали драйв молодые артисты районного Дома культуры. Первый Матвеем Кургани фестиваль «Караса» стал отличным завершением летнего сезона. Побольше бы таких современных и прогрессивных мероприятий. Это пока вся информация. Эти и другие новости ищите на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Желаем хорошего настроения.